Начинаем с графика министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Кчеловрова. Буквально полтора-два часа назад он прокомментировал информацию, которую мы получили от западных коллег относительно предложения о проведении в Минске 29 ноября министерской встречи в нормандском формате. Сергей Лавров сказал, что подробно с его ответом вы можете ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел. Он подробно изложил российскую оценку того, как проходит работа в рамках нормандского формата и также отметил, что Россия готова пойти на эту встречу, принять участие в Минске 29 ноября. И я хотела бы еще раз обратить ваше внимание на подробнейшие комментарии, которые сделал министр относительно нашего участия в этой встрече. Я хотела бы сказать, что, как вы знаете, у нас в связи с бурно меняющимися событиями в международной повестке у нас меняется также и график, мы будем вас в случае внесения каких-то дополнений или изменений оперативно информировать. Соответственно, я хотела бы сказать также, что в ближайшее время состоятся примаковские чтения. Это ежегодный международный форум, который посвящен памяти академика Евгения Максимовича Примакова. Этот формат чтения призваны продолжить традицию публичного обсуждения трудных вопросов международной политики, публичной дипломатии и развития многостороннего сотрудничества с участием отечественных и зарубежных экспертов, дипломатических работников, представителей органов государственной власти, гражданского общества, средств массовой информации. Как вы знаете, данный форум проводится во второй раз. Первый состоялся в октябре прошлого года. Он приурочен к 60-летнему юбилею Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова Российской академии наук, который является его главным организатором, председатель оргкомитета форума этого года, помощник президента Российской Федерации, господин Ушаков. Чтения пройдут в трёхдневном формате с 28 по 30 ноября в Москве в Центре международной торговли и будут состоять из двух мероприятий Международной конференции научно-исследовательских центров на тему «Кризис миропорядка. Ответы экспертного сообщества» состоится 28-29 ноября и заседание форума «Примаковские чтения», которое пройдёт 30 ноября. В ходе этого мероприятия выступят зарубежные политики, официальные лица в отставке, которые работали вместе с Евгением Максимовичем Примакова. Знали его, это и бывший министр иностранных дел Италии Ламберто Дини, бывший генеральный секретарь НАТО Хавер Солана, бывший министр иностранных дел Египта и генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, экс-президент Всемирного банка Джеймс Олфинсон, другие гости. Что касается участия в работе этого форума российского министра иностранных дел, то выступление Сергея Лаврова включено в программу основного дня заседания форума «Примаковские чтения» 30 ноября. 1 декабря состоится рабочий визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Турцию, город Аланье. Он примет участие в пятом заседании российско-турецкой совместной группы стратегического планирования. Она действует в рамках возглавляемого президентами России и Турции Совета сотрудничества высшего уровня. Заседание группы проводится впервые с начала процесса нормализации российско-турецких связей после кризиса, вызванного инцидентом в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Планируется провести углубленный обмен мнениями по широкому кругу актуальных двусторонних региональных международных проблем. Предстоит обсудить ситуацию в Сирии, в целом обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В центре внимания вопросы повышения эффективности в борьбе с международным терроризмом. Будет продолжен диалог по вопросам, связанным с положением в Закавказье и Центральной Азии, на Украине, взаимодействию в международных организациях. В ходе переговоров министры поработают вопросы, которые будут включены в повестку очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня, а также российско-турецких переговоров на уровне глав правительств в рамках планируемого рабочего визита в Россию, премьер-министра Турецкой Республики. 1-2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Итальянскую Республику с рабочим визитом. В ходе пребывания в Риме состоятся его переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии, господином Джентильоне. Главная цель визита – продолжить предметное обсуждение с итальянской стороной актуальных международных проблем, наметить пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в русле договоренностей, которые были достигнуты на состоявшейся в июне в Санкт-Петербурге встрече президента России и председателя Совета министров Италии. Ожидается, что в числе внешнеполитических тем будут обсуждены ситуации в Сирии, Ираке, Ливии, на Украине. Вопросы взаимодействия с Италией в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2017 году. Проблематика ОБСЕ. Хотела напомнить, что Италия будет председательствовать в этой организации в 2018 году. В ходе пребывания в Риме министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит также Ватикан, где встретится с государственным секретарем кардиналом Пьетро Параллином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Пол Ричард Галлахером. Будет затронут ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня. 2 декабря по приглашению министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Сергей Лавров выступит на второй международной конференции «Средиземноморье. Римский диалог». Я хотела бы напомнить вам о том, что российский министр принимал участие и в первой конференции, которая состоялась в Риме в декабре 2015 года. Организатором мероприятия, как и в прошлом году, является Институт международных политических исследований, один из ведущих итальянских научно-политических центров, который действует под эгидой Министерства иностранных дел Италии. Цель форума – широкий обмен мнениями по комплексу проблем региона Средиземноморья, конечно, нарастающая нестабильность, которая усиливается в том числе в связи с происходящими в регионе событиями, и также будут рассмотрены вопросы в целом международной стабильности и безопасности. Следующий пункт из графика министра заинтересует в том числе наших японских коллег. 3 декабря в Москве запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии господином Кисидой. В ходе переговоров состоится комплексное обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Министерская встреча станет финальным этапом подготовки предстоящего визита президента Российской Федерации в Японию. Но, как вы знаете, этот пункт программы комментируется администрацией президента Российской Федерации. Мы, учитывая то внимание, которое уделяют журналисты, хотела бы дополнительно сказать, что мы, безусловно, ждём вас и на пресс-конференции, которая будет организована в этот же день по итогам переговоров двух министров в Москве. И, соответственно, на этой пресс-конференции будут очень оперативно подвинены итоги состоявшихся обмена мнениями. Теперь переходим от графика министра к другим актуальным вопросам международной повестки дня. И, конечно, к сожалению, хотелось бы начать с вчерашней... Я не могу назвать это, так как это написано у меня в тексте, я не могу назвать то, что вчера произошло, принятием Европейским парламентом резолюции. Я могу это назвать выходкой ряда депутатов Европейского парламента. Речь идёт о разработке, внесении и принятии практически техническим меньшинством резолюция стратегической коммуникации ЕС по противодействию анти-ЕСовской пропаганде третьих сторон. Мы уже вчера комментировали, я имею в виду в широком смысле слова, мы, российская сторона, наши парламентарии, депутаты, общественные деятели, комментировал и Министерство иностранных дел. Я хотела бы сегодня ещё раз остановиться на этом вопросе. Да, мы с сожалению констатируем, что в Европейском Союзе не прекращаются усилия по демонизации России. В некоторых случаях антироссийская паранойя просто зашкаливает. Иначе, как паранойя, этот документ никак невозможно назвать. Можно давать любые оценки, можно его анализировать, но всё, к чему мы придём в результате этого анализа, будет носить именно такой оттенок. Европарламент принял очередной антироссийский шедевр – резолюцию о стратегической коммуникации ЕС по противодействию анти-ЕСовской пропаганде третьих сторон. Вообще, честно говоря, само название говорит о том, что существует какой-то отрыв Европейского Союза от всего мира, какое-то противопоставление себя всем остальным. Очень странная идеология. Документ просто переполнен фобиями, какими-то вымышленными посылами, мифами. Но, с другой стороны, этот документ очень рельефно отражает ту идеологию, которая в последнее время культивировалась в Европейском Союзе в отношении России. Этот документ приравнивает якобы ведущуюся против Запада пропагандистскую войну Кремля к пропагандистским методам, запрещенные в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство». Коллеги, это просто клинический случай. Мы неоднократно заявляли, я хотела бы сегодня об этом вновь сказать. Со стороны России никакой анти-ЕСовской пропаганды не ведется. Если в Европейском Союзе имеются какие-либо внутренние проблемы, то причину этих проблем надо искать не в пропаганде третьих сторон, а в самих себе, это дорога обратно к реалистичному восприятию действительности. Это дорога обратно к самим себе. Россия заинтересована в том, чтобы Европейский Союз был единым, стабильным, предсказуемым партнером, с которым мы хотели бы развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы рассчитываем, что в Европейском Союзе наконец придут к пониманию того, что Россия – это не враг для Европы и не хочет ей зла. Мы надеемся также, что за этой резолюцией не последуют практические решения по ограничению деятельности российских средств массовой информации. Есть повод для такой надежды, потому что принятие этого документа, к сожалению, он имеет статус документа. Так вот, есть надежда на то, что таких шагов не последует, потому что принятие этого документа вызвало колоссальную волну неприятия в самом Европейском Союзе. Многие общественные деятели прямо высказывались в отношении принятия этой резолюции, что это просто позор для европейских стран в XXI веке принимать подобные документы. Если же всё-таки этот документ будет на практике применяться, имплементироваться, реализовываться именно в контексте ограничения деятельности российских средств массовой информации на территории стран Европейского Союза, то, конечно, последуют ответные меры. Я хотела бы завершить эту очень неприятную часть сегодняшнего брифинга, сказав о том, что если Европа пойдёт вот этой дорогой и выберет её в качестве основной, а именно будет провозглашать запрет деятельности средств массовой информации в качестве своего приоритета, то, честно говоря, не за горами, я прошу вас просто запомнить это, и мы вернёмся к этому через какое-то время. Я надеюсь, что этого не случится, но если такая идеология возобладает, то не за горами установка просто ретрансляторов на границах стран Европейского Союза с другими странами, которые будут вещать в русле некой пропаганды западных ценностей, а может быть, дойдёт дело ещё и до сожжения книг, которые тоже кто-то посчитает в Европейском Союзе несоответствующими доминирующей идеологии. Ведь это всё Европа уже проходила. Неужели уроки не извлечены? Ещё одна тема, тоже не внушающая, конечно, оптимизма. Хотела бы сказать, прокомментировать высказывания руководителей Нидерландов. В ходе предыдущих брифингов мы давали оценку высказываниям премьер-министра и министра иностранных дел Нидерландов о наличии некой, опять же, мнимой российской военной угрозы в качестве главной мотивировки необходимости ратификации соглашения об ассоциации ЕС Украина. Я не могу не отметить, что голландское руководство продолжает выбранную линию, выбранную тактику, и невзирая на объективную реальность и соображение здравого смысла, в частности, выступая 18 ноября на пресс-конференции по итогам заседания правительства, посвящённому ратификации соглашения об ассоциации, глава голландского комитета господин Рютте вновь высказался о нарастающей российской военной угрозе и призвал в первую очередь, исходя именно из этого пункта, исходя из этой причины, одобрить данное соглашение. Не хотелось бы думать, что вот это заклинание о российской угрозе повторяется только для того, чтобы ввести в заблуждение голландских подданных, которые доверили этому человеку руководство правительством. Или же, вот этот вопрос тоже возникает, голландцам нужна Украина как ассоциированный член Евросоюза, чтобы сделать из неё буферное государство, населению которого уготована роль такого, знаете, подопытного кролика в русофобских геополитических построениях некоторых европейских политиков. Может быть и такое. И, конечно, мы не можем не отметить, что нидерландский МИД тоже продолжает выбранную же тематику развивать. В частности, делаются заявления относительно соблюдения прав человека в России. Минендел этой страны, господин Кундерс, откровенно признал, что на следующий год посольству в Москве и генконсульству в Санкт-Петербурге выделен лимит в размере 750 тысяч евро на выплаты российским НПО и подчеркнул, что Нидерланды намерены не снижать свою активность в этой сфере. У меня просто вопрос, в курсе ли подданное этого государства, подданное Нидерландов, что 750 тысяч евро, которые в условиях кризисной ситуации в Европе, в том числе вызваны притоком мигрантов и беженцев из региона Ближнего Востока и Северной Африки, что такая сумма выдается зарубежным НПО на их нужды, а не остается в Нидерландах. С народом советовались, спрашивали, или важнее поддерживать неправительственные организации в Российской Федерации, чем решать собственные проблемы. Конечно, ни для кого не является секретом, что, как и в случае с другими проектами Нидерландского Министерства иностранных дел, такие как «Окна в Россию», интернет-портал для независимых русскоязычных средств массовой информации, деньги, вот эти деньги, подданных королевству, пойдут на различного рода пропагандистские и, откровенно, антироссийские инициативы, которые граничат с прямым вмешательством в российские внутриполитические процессы. Ну, я хотела бы сказать, что, возможно, прежде чем выделять значительные средства на поддержку российских НПО, Нидерландам стоило бы обратиться к собственным проблемам в сфере защиты прав человека, потому что, ещё раз повторю, проблема с нелегальными эмигрантами и соискателями убежища, дискриминация в отношении меньшинств, использование госструктурами персональных данных граждан, обеспечение прав детей, торговля людьми в Карибской части королевства. Всё это требует действительно внимания к разрешению этих проблем. Теперь переходим к ситуации в Сирии. Мы продолжаем с тревогой следить за развитием ситуации в этой стране, где террористы ИГИЛ, Джабхат Фадхашам, бывшая Джабхата Нусра, продолжают ежедневные ракетно-минометные обстрелы населённых пунктов. 19 ноября несколько снарядов, выпущенных с позиций незаконных вооружённых формирований, разорвались в старой части Дамаска, есть жертвы среди мирного населения, две мины упали в районе комплекса посольства России, 21 ноября рядом с российской дипломатической миссией в Дамаске разорвались ещё четыре мины, 20 ноября боевики обстреляли ракетами школу и больницу в квартале Шалба, а также начальную школу в квартале Фуркан-Валеппа. Погибли не менее 10 человек, 8 из них дети. В тот же день массированному миномётному обстрелу подвергся дамасский пригород Хареста в Восточной Гуте. Там погибли по меньшей мере два человека. Тем временем сирийские вооружённые силы развивали успех на Алепском фронте, а жесточённые бои развернулись в квартале Бустан-Баша. Боевикам не удаётся остановить продвижение правительственной армии Сирии. Продолжаются протесты населения Восточного Алеппа против произвола незаконных вооружённых формирований. Террористы, по информации местных жителей, узурпировали даже распределение бутылированной воды и продуктов питания. Боевики без колебаний открывают огонь по демонстрантам, не подпуская их к выделенным сирийскими властями коридорам для выхода из блокированных кварталов. Количество погибших и раненых гражданских лиц исчисляется десятками. 20 и 22 ноября офицеры Российского центра по примирению враждующих сторон, а также представители русской гуманитарной миссии, сотрудники сирийской военной разведки, бойцы христианского ополчения успешно провели локальные спецоперации по эвакуации гражданских лиц из Восточного Алеппо. Удалось вывести 20 человек о усилиях русской гуманитарной миссии, скажу ещё дополнительно. Сирийское правительство активно продвигает практику локальных замерений в Дамасской области, объявлено о завершении финального этапа урегулирования в МАДАМИ. Над этим городом был поднят государственный флаг Сирии, возобновлена работа официальных органов власти. Мы вновь отмечаем предвзятые и откровенно непрофессиональные оценки происходящего в Сирии, которые звучат из уст представителей Госдепартамента США. Раз за разом публично тиражируются обвинения в адрес Дамаска и Москвы, на которых возлагается ответственность за жертвы сирийского кризиса. Вот эти выпады, вот эта риторика подкрепляются так называемой железобетонной аргументацией. Сводятся они к следующему посылу. Фактическая сторона вопроса нам не ясна, но виноваты русские и сирийцы. При этом в Вашингтоне упорно не замечают преступления террористов и союзных с ними экстремистских формирований в Сирии и продолжают грубо нарушать суверенитет Сирийской Арабской Республики. Вот об одном таком случае, я имею в виду очередного обвинения в адрес российской страны и Сирии, я хотела бы сказать отдельно. Как вы знаете, в понедельник постоянные представители Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Саманта Пауэр назвала имена сирийских офицеров, которых в Вашингтоне считают виновными в военных преступлениях, совершённых во время конфликта в этой ближневосточной стране. Саманта Пауэр зачитала список из 13 фамилий на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено гуманитарной ситуации в Арабской Республике. Соответствующая реакция была дана по линии российской делегации тут же на заседании Совета Безопасности. Я хотела бы отметить, что по словам Саманты Пауэр, Соединённые Штаты не позволят этим офицерам, речь идёт о тех людях, которых, чьи имена она назвала в ходе заседания Совета Безопасности, сохранять анонимность и прятаться за фасадом сирийского режима. Они должны знать, что их правонарушения задокументированы, и в один прекрасный день они будут привлечены к ответственности, заявила постоянная представитель Соединённых Штатов при ООН. При этом она упомянула о судьбе президента Сербии Слободана Милошевича, видимо, в качестве перспективы того, что ожидает упомянутых ею сирийских военных. Что бы я хотела сказать на это? Я хотела бы напомнить, что все якобы задокументированные Соединёнными Штатами факты нападения на гражданские объекты в Сирии на поверку всегда оказываются обычными фальшивками. Никогда американская сторона не несёт ответственности за свои слова. Только обвинения. Никакой фактуры. Мы слышим только одно. Все материалы есть в социальных сетях. Об этом нам рассказали очевидцы. Вы все об этом прекрасно знаете. Вот это классический ответ. Вспомните, что случилось с вопросом журналистки телеканала Russia Today, который попытался просто уточнить у официального представителя Госдепартамента США, какие именно гражданские объекты он имеет в виду, когда говорит о том, что они были разрушены Российской Федерацией и сирийским режимом. Вот просто один вопрос. Что конкретно вы имеете в виду? Назовите названия, географические точки, координаты. Вы вспомните, что началось? Началась просто форменная истерика, которая закончилась обвинениями в пропаганде. Какая это пропаганда? Вы никогда не называете точных координат, дат и мест тех объектов, которые вы считаете, по вашему мнению, были разрушены сирийской армией при поддержке ВКС России. Никогда. Это только слова и только пустые обвинения. Что касается якобы разбомбленного гуманитарного конвоя в Алеппо и якобы разбомбленной школы в Хаасе, и последний пример якобы разбомбленного госпиталя тоже в Алеппо, одна и та же история, только слова, никаких фактов, голая, неприкрытая, наглая пропаганда. Один посыл, одна политика. Прямое лобовое обвинение без приведения каких-либо фактов. Обвиняя кого-нибудь в военных преступлениях, всегда Соединенные Штаты и их представители в качестве аргумента говорят следующие вещи. Как сообщается, и никогда не говорят кем, когда. Никогда не приводится никакой фактуры. Если уж разбираться с военными преступлениями и вообще в принципе с военными преступниками, то на наш взгляд, сама Антипауэр стоила бы этот вопрос и эти реплики в первую очередь обратить к своим собственным генералам, которые привели к трагедии и к убийству, и к гибели людей где-то десятков, где-то сотен, а где-то сотен тысяч людей, начиная от Югославии, заканчивая Ближним Востоком. Я думаю, что то, что делали Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, вполне можно квалифицировать с точки зрения международного права. Почему Саманта Пауэр об этом не говорит? Почему она хотя бы не соберет какую-либо конференцию внутри Соединенных Штатов и задастся этим вопросом? Хотя бы можно было бы начать с того, чтобы просто подсчитать количество жертв среди мирного населения в Ираке. Ведь этих цифр нет. Никто не знает, сколько человек погибло в Ираке. Никто. Про последствия иракской кампании я вообще уже не говорю. Но хотя бы просто количество жертв. А теперь о Милошевича. Я думаю, что ни один человек на этом свете никогда не скажет, что президент Сербии – это фигура однозначная. Никто никогда ей не говорил. Но простите, госпожа Саманта Пауэр, вы хотя бы имеете представление о судебном процессе в отношении Слободана Милошевича? Вы настолько не понимаете того, чем занимаетесь, что приводите в качестве акта, международного правового акта ситуацию с судебным процессом над Милошевичем, в качестве образца? Вы разве не знаете, что дело, которое было развернуто против Слободана Милошевича, так и не было доведено до конца? Нет ни заключения, ни обвинения, нет ничего. Это дело умерло вместе со Слободаном Милошевичем. Или вы хотите сказать, что все, против, все люди, вне зависимости от того, что они сделали, если они не угодны Вашингтону, их постигнет такая же судьба, как Слободана Милошевича, они все будут умирать, вот так вот, без суда, не дождавшись этого суда. Я еще раз хочу сказать, все-таки, когда ты представляешь страну, когда ты представляешь страну в Совете Безопасности, он, который принимает обязательные для выполнения решения, нужно хотя бы владеть материальной частью. После таких заявлений относительно Слободана Милошевича и приведения в пример его дела и суда над ним, над вами, Саманта Пауэр, весь мир уже начинает смеяться. И прежде чем говорить о судьбах мира, и прежде чем вот так безапелляционно рассуждать относительно того, какая судьба будет ждать сирийцев, может быть, вы тогда наберетесь смелости и там же в Совете Безопасности он расскажете о судьбе Гуантанамо. Что там вам удалось сделать за 8 лет, пока вы были у власти. А потом вы будете заботиться о сирийцах, потом вы будете говорить о России, потом вы будете вспоминать о Милошевиче. Вот сначала давайте-ка про Гуантанамо поговорим. Это касается, кстати говоря, не только Соединённых Штатов Америки. Ну так, если вы тоже не знаете. Тоже в этом же контексте прозвучало заявление со стороны федерального правительства ФРГ, которое заявило, что шокировано массированными ударами сирийского правительства по городу Алеппо. Ну, то же самое. Обвиняется Российская Федерация, сирийский режим. В частности, звучали фразы «Без большой военной поддержки России режим Асада не смог бы вести войну против своего собственного населения». Об этом заявил в понедельник в Берлине представитель правительства Штефан Зайберт. Да, действительно, без большой военной поддержки России, но только я бы немножко переначала фразу, прогрессивная западная общественность, особенно немецкая, сегодня просто тряслась бы от страха и ужасалась зверством варваров и игиловцев, которые точно бы уже захватили и всю Сирию, и сопредельные с ней страны региона. Но самое главное, они добрались бы уже до всей Европы. Это были бы не отдельные теракты во Франции и в других частях Европы, а это была бы полномасштабная война фундаментализма, но уже на площадке Европейского Союза. И для тех, кто продолжает обвинять Россию, Сирию, то в негуманном отношении, то в неизбирательных бомбёжках, то в намеренном уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, вот для тех, кто об этом говорит и для тех, кто этому верит, я хотел бы действительно привести фактический материал. В ноябре Российская Федерация повторно внесла на рассмотрение Комитета Совета Безопасности и Организации Объединённых Наций по санкциям в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды и связанных с ними лиц и организаций, речь идёт о Комитете 1267, заявку на подведение под антитеррористический санкционный режим Совета Безопасности действующих в Сирии террористических группировок Ахрар Аш-Шам и Джейш Аль-Ислам. Как вы думаете, что случилось с этой российской инициативой? Несмотря на предоставленные российской стороной в Комитет информационные материалы, которые убедительно доказывали связь Ахрар Аш-Шам и Джейш Аль-Ислам с фигурантом соответствующего санкционного списка террористической организации Джабхата Нусрей, а именно это является основанием для включения в список, 21 ноября Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция заблокировали эту заявку. Я просто хочу сказать для тех, кто так трепетно относится к проблематике защиты прав человека, к борьбе с терроризмом, ксенофобии, нетерпимости по различным признакам, я хочу для вас повторить. Ахрара Аш-Шам и Джейш Аль-Ислам не были включены в террористический список Совета Безопасности ООН из-за позиции Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Франции. Ну, чтобы вы понимали, если вы просто посмотрите фотографии этих людей, я даже не говорю то, что они делают, а просто на фотографии этих людей, если вы почитаете их лозунги, призывы, литературу, которую они распространяют, он станет страшно. Больше всего в жизни вы не захотите, чтобы эти люди хоть как-либо были, не то, что с вами связано, хоть как-либо коснулись вашей жизни. Но Соединённые Штаты, Великобритания и Франция не посчитали возможным оградить вас от этих людей. В очередной раз эти страны продемонстрировали приверженность избирательному конъюнктурному подходу при квалификации деятельности лиц и организации в качестве террористических. В чём я говорю, что это же уже не теория. Мы рассуждаем не в рамках какой-то философской категории. Это практика. Это практика от того, что творится на Земле. Налицо ещё одно свидетельство, вызывающее глубокое разочарование. Корыстные, а можно сказать, и узкокорыстные политики двойных стандартов и манипулирования в вопросах, которые затрагивают эффективность применения антитеррористических санкционных режимов Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Абсолютно очевидна политически мотивированная линия постоянных членов Совета безопасности ООН, США, Великобритании и Франции, которые не укладываются в общие усилия по противодействию угрозе терроризма и ставят под сомнение искренность заявлений Вашингтона, Лондона и Парижа относительно их приверженности к ключевым задачам антитеррора. Вот тоже вопрос к гражданам Франции к тем, кто пострадал или к родственникам тех, кто погиб в ходе терактов. Вы понимаете, что Ваше правительство блокирует включение террористических организаций в террористический список ООН? Задайте им вопрос, почему они это делают? В чём их заинтересованность? Мы полагаем, что подобное откровенное выгораживание нынешней американской администрации их союзниками, вот этих банд-групп, банд-формирований, которые они много лет прикармливали, это мы знаем, мы об этом говорили, это просто является частью пособничества международному терроризму. И мы должны чётко и ясно себе сказать и перестать врать. Да, этот террористический интернационал, он не знает границ и национальности, и мы ему должны все противодействовать. А теперь опять же о ссылках наших западных коллег на неправительственные организации, которые осуществляют свою деятельность в регионе. Я хотела бы сказать тоже о конкретной российской неправительственной организации, которая принимает конкретное участие в разрешении гуманитарной ситуации в Сирии, непосредственно о русской гуманитарной миссии. Русская гуманитарная миссия – это группа координатора в Сирии, Евгения Поддубнова, она продолжает работу в районе Алеппо. Заперёд с 20 ноября по 24 ноября было проведено две операции по эвакуации гражданских лиц из восточного района города, находящегося под контролем радикальных вооружённых групп. В настоящий момент эвакуация возможна лишь ограниченными, небольшими группами по секретным маршрутам, как вы понимаете. Вы знаете, почему? Потому что бандформирование, террористы, мы об этом говорили, в том числе, минируют всё, что связано с прокладкой гуманитарных коридоров. Первая группа – 10 человек, две семьи по 5 человек, в каждой была выведена при поддержке сотрудников Российского центра примирения сторон военнослужащих армии Сирии и бойцов местного христианского ополчения в ночь на 20 ноября. Группа состояла из шести детей, четырёх взрослых. Вторая группа была выведена в ночь на 23 ноября, также состояла из 10 человек. В связи с тем, что существуют риски для жизни спасаемых людей, русская гуманитарная миссия не может, конечно, огласить маршруты выхода из восточных районов Алеппо. Но вы знаете, те, кто следит за деятельностью Евгения Подубного, видите фотографии. Это фотографии конкретного человека и конкретных людей, которых они выводят из этого ада. Все люди, которые были выведены, размещены в безопасных убежищах. Они связались с родными в Алеппо, оповестили о том, что в безопасности. Все получили продовольствие, воду. Спасенные подтверждают тяжелейшую ситуацию с продовольствием внутри восточного района города. При этом склады и магазины продовольствия находятся под контролем представителей так называемой оппозиции, не распределяются между гражданскими лицами. Это уже не наши оценки, это оценки конкретно тех людей, которые были выведены из этих районов. Мы будем и дальше информировать вас не только о наших оценках, но и о той информации, которой с нами делятся российские неправительственные организации, работающие в этом районе. Теперь о развитии ситуации вокруг Масула. Обстановка там, непосредственно вокруг иракского города, захваченного в свое время игиловцами, остается без признаков близкой развязки. Иракские правительственные войска при поддержке народного ополчения и курских формирований продолжили сжимать зону контроля ИГИЛ в провинции Найнава. Освобождены десятки новых населенных пунктов. Взят также аэропорт Тель-Афар к западу от Масула. Иракские силовики говорят о практически 2000 ликвидированных экстремистах. Между тем, в самом Масуле продвижение им дается с большим трудом. Охвачена боевыми действиями лишь восточная, левобережная часть города. Удары с воздуха со стороны ведомой США коалиции дорого обходятся мирным жителям, в первую очередь. Сообщения о жертвах бомбардировок приходят регулярно. И на этом фоне эксперты все чаще отмечают недооценку членами коалиции трудностей массульской операции. Вы знаете, что решение о проведении этой операции принималось быстро, я бы сказала, даже не сколько быстро, сколько стремительно, в году предвыборном соображении в связи с установкой уходящей американской администрации. И тогда, конечно, никого не волновали гуманитарные последствия. А между тем, гуманитарная ситуация вокруг Масула продолжает устойчиво деградировать. Количество бежавших из города и его окрестностей выросло. По оценкам Организации Объединенных Наций до 70 тысяч человек покинули город. Причем, как вы понимаете, поддержки плана, конкретные программы по их безопасному размещению и вообще их судьбе никто не предоставляет. Стремящихся же выбраться из массульского ада намного больше. У населения на исходе запаса продуктов самое страшное, что дальше неизвестность. И, конечно, здесь впору говорить о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Но наши западные партнеры по-прежнему пребывают в отрыве от реальности. Но это их нормальное состояние в последнее время. Об этом красноречиво говорят репортажи казалось бы уважаемых новостных каналов, которые продолжают плодить однотипные такие прилизанные, доработанные сообщения. И, конечно, основное внимание отводится освещению ситуации в Алеппо. Реальной ситуации в Масуле никто не делится. Конечно, бросается в глаза отсутствие на экранах западных каналов при подаче информации по Масулу так называемых добровольных помощников из числа гражданских активистов, ссылками на которых пестрят репортажи по Сирии. Ещё одна непростая страна с точки зрения развития ситуации – Афганистан. Мы отмечаем сохранение сложной ситуации в сфере безопасности в Афганистане, несмотря на наступление осенне-зимнего периода, традиционно сопровождавшегося снижение активности боевиков, туристических и экстремистских группировок. Движение талибов не ослабляет давление на подразделения национальных сил безопасности, проводя перегруппировку сил и осуществляя массированные атаки в различных областях. За последнюю неделю масштабное боестолкновение произошло на юге и юго-западе Афганистана, их было несколько. На севере боевики движения талибов предприняли попытку захвата административного центра провинции Сарипуль. Не снижается и туристическая активность афганского крыла туристической группировки «Исламское государство». Как уже отмечалось, 21 ноября был совершен подрыв в одной из шиитских мечетей Кабула, в результате которого по уточненным данным погибли 32 человека, более 80 получили ранения. В этих условиях в современном своевременном представляется консенсусное принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по Афганистану, подтвердившей линию мирового сообщества на поддержку афганского правительства и противодействия террористической угрозе в Афганистане. К другой тематике переходим. 21 ноября на пленарном заседании Генассамблеи ООН консенсусом были приняты резолюции о сотрудничестве ООН с Организацией договора о коллективной безопасности Шанхайской Организации Сотрудничества и СНГ. В резолюциях обозначены перспективы наращивания взаимодействия Всемирной Организации СУДКБ шоу с СНГ, прежде всего в таких ключевых сферах, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, транснациональной преступностью и противодействие другим угрозам миру и безопасности. Исходим из того, что ООН и региональные организации, действуя в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, в частности его главы 8, могут хорошо дополнять друг друга, используя свои объективные сравнительные преимущества. Принятые Генеральной Ассамблеей резолюции, как и инициированные России в рамках Дебаты по той же теме подтверждают нацеленность всех трёх объединений, в которых Россия играет весьма активную роль на развитие практического взаимодействия с ООН, в том числе с её региональным центром по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Кипрское урегулирование. Завершившиеся на днях переговоры лидеров кипрских общин в Швейцарии по имеющейся у нас информации, к сожалению, не привели к серьёзным подвижкам в процессе урегулирования кипрской проблемы. Вместе с тем приветствуем готовность сторон к интенсивной работе в интересах достижения развязки. Надеемся, что наблюдающаяся в последнее время высокая динамика контактов и конструктивный настрой обеих сторон сохранятся. В Москве внимательно следят за ходом межобщинных переговоров. Вы знаете, мы регулярно комментируем эту тему. Наша принципиальная позиция остается прежней. Мы выступаем за достижение всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования на острове на основе резолюции Совета Безопасности ООН в интересах всех его жителей. Мы поддержим те решения, которые будут найдены самими киприотами и будем судить о прогрессе на переговорах по конкретным результатам. В случае ясно выраженного стремления сторон решать вопросы обеспечения безопасности Кипра на более широкой международной конференции, наилучшим и логичным ее вариантом, на наш взгляд, был бы формат членов Совета Безопасности ООН с учетом ООНовских рамок кипрского урегулирования. По-прежнему считаем недопустимыми какие-либо попытки некоторых наших западных партнеров воздействовать на переговорный процесс извне в целях его искусственного ускорения и достижения решения кипрского вопроса любой ценой. Косово в контексте обсуждения в Совете Безопасности. Как вы знаете, на очередном заседании оно состояло 16 ноября в Нью-Йорке. Совбез вновь отметил неустойчивую ситуацию в крае. Продолжается нарушение прав неалбанского населения. Фиксируются новые случаи насилия в отношении сербов. Я напомню, несколько лет назад, когда Западный мир, Европейский Союз, конечно, Соединенные Штаты, которые стояли во главе этого процесса, отрывали Косово от Сербии, это делалось под лозунгом «Косово страна возможностей». Вот страна каких возможностей, собственно говоря, и рассказали члены Совета Безопасности. На фоне того, что там происходит, неудивительно крайне низкие темпы возвращения беженцев, временно перемещенных лиц, вызывают обеспокоенностью более глубокое стремление косово-албанских властей узурпировать сербскую собственность в Косово. В последнее время эта практика распространилась и на экономические активы, принадлежащие сербским госструктурам и компаниям. Подобные неправовые и нелегитимные шаги не могут поспособствовать межнациональному примирению. Отсутствие реального правопорядка, постоянный внутриполитический кризис совместно с массовым оттоком населения ярко демонстрирует искусственный характер и функциональную нежизнеспособность косовской государственности. А отрывали-то как? Как отрывали? Но ведь часто все убеждены, те, кто отрывали, что референдум проходил в Косово законный, и именно по итогам референдума было принято решение о том, что Косово теперь будет государством. Вот президент США Барк Обама говорил о том, что по высоким стандартам прошел этот референдум. Но это примерно как ситуация с Милошевичем. Имя знаем, контекст вспомним с трудом, а фактуру знать не обязательно. Не было никакого в Косово референдума. И отрывали просто я помню эти дебаты в Совете Безопасности. Спешили, делали все возможное, чтобы принять эти решения вопреки международному праву, вопреки требованиям законного официального правительства Сербии. Ни во что не ставили все эти заявления, ни во что не ставили имеющееся решение Совета Безопасности. Он нужно было оторвать. А потом, я так думаю, что думали за счет пропаганды, за счет информационной машины доделать начатое и сформировать образ страны возможностей. Не получилось. Приходится констатировать, что диалог Белграда и Приштина продвигается с большим трудом. Абсолютно не продвигается вперед ключевой вопрос, решение ключевого вопроса создания сообщества сербских муниципалитетов Косова. Мы считаем, что косовские власти не должны уклоняться от принятых обязательств. Ожидаем от Европейского Союза добросовестного исполнения своей роли посредников диалоги в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64 298 от 9 сентября 2010 года. Есть и хорошие новости. С 30 ноября по 4 декабря в Лондоне в Кембридже пройдет неделя российского кино. Она организована компанией Percon Productions при поддержке МИД России и Британского Совета в партнерстве с фестивалем независимого кино Rain Dance и британским филиалом российского благотворительного фонда Подари Жизнь. Это мероприятие станет одним из ключевых событий, проводящегося в текущем году перекрестного российско-британского года языка и литературы. В течение пяти дней на британских экранах будут демонстрироваться лучшие художественные анимационные и документальные фильмы, снятые российскими кинематографами за последние полтора года. Пройдут мастер-классы, встречи киномастеров двух стран, все показы будут проходить в оригинальной версии с субтитрами на английском языке и по итогам недели кино представителям жюри будут определены победители конкурса фильмов. Мы надеемся, что проведение этого мероприятия позволит расширить горизонты восприятия России и Великобритании друг друга и, конечно, будет способствовать созданию общей позитивной атмосферы года и развитию двусторонних российско-британских культурных обменов. Также накануне брифинга сегодня утром получила вопрос от украинского журналиста Романа Цимбалюка, всем вам хорошо известного. Он попросил прокомментировать инцидент у Культурного Центра Украины в Москве. Мы всегда осуждаем подобного рода варварские действия, где бы они ни происходили, мне кажется, это хорошо известно. Относительно вчерашнего инцидента соответствующий запрос был направлен в правоохранительные органы, вопрос изучается и о результатах расследования будет сообщено. Вместе с тем хотим отметить, что глубокому прискорбию хулиганские выходки местных радикалов в отношении российских заграночередений на Украине происходят с такой регулярностью, что это все больше напоминает просто спланированные не просто спланированные акции, а спланированную кампанию. При этом ни ответов на наши соответствующие ноты, ни информации о ходе расследований и наказания виновных мы, к сожалению, не получаем. Никакого осуждения мы не услышали от официального Киева, даже в отношении вопиющего случая надругательства над российским флагом депутатом Рады в Львове. И я готова ответить на ваши вопросы, если они еще есть. Да, пожалуйста. Корейская телерадио вещательная компания КиБиЭс. У нас снова вопрос по поводу проекта резолюции санкционной по КНДР. В СМИ продолжает появляться сообщение о том, что Соединенные Штаты и Китай договорились относительно новых санкций. В частности, они могут затронуть экспорт угля из КНДР в Китай. Также в СМИ упоминают, что эти две страны начинают вопрос согласования проекта резолюции с еще тремя постоянными членами Совета безопасности ООН. Какова будет позиция России? И СМИ упоминают, что у России есть несколько вопросов к этому документу. Спасибо. Я хотела бы сказать, что, как я и говорила, работа над резолюцией идет. Учитывая, что речь идет о санкционной резолюции, конечно, нам потребуется время для межведомственного согласования. Прекрасно об этом знаете, так было и в прошлые разы. Поэтому сейчас будем приступать к этой части работы без межведомственного согласования. как известно, подобного уровня, подобного рода резолюции приниматься не могут, ибо затрагивают соответствующие сферы российской, в том числе экономики и многие другие сферы. Так что нам нужно будет время для того, чтобы изучить тот текст и те предложения, которые имеются. всё это время мы работали, но есть конкретные вещи, которые необходимо провести через межведомственное согласование. Да, пожалуйста. Турецкая газета Хюриет. У меня вопрос связан с годовшиной тех трагических событий, которые происходили 24 числа этого же месяца, но год назад. Каких-нибудь комментариев будут с вашей стороной по поводу годовшины? Ещё, насколько нам известно, в последние пять месяцев двух государств Турции и России вступили в диалог и налаживают отношения, но почему-то касающаяся часть облегчения отношения к турецкому населению, народу, как-то не происходит. А в российских объявлениях всегда подчёркивалось, что Россия всегда уважает и любит турецкого народа. А санкции пока не отменены большинство. Вы знаете, никакого противоречия здесь не вижу. Это касается не только Турции, это касается всех стран. Мы повторяли и повторяем одну простую вещь. Испортить отношения очень просто. Вернуть всё на прежние позиции очень сложно. По объективным причинам, потому что, безусловно, есть желание, но есть процесс. Это процесс. Очень много времени было упущено. К сожалению, это было не просто время бездействия. К сожалению, это было время активных действий в направлении ухудшения отношений. Поэтому сейчас, шаг за шагом, постепенно, планомерно, очень основательно мы занимаемся восстановлением уровня двусторонних отношений. Что касается той трагедии, которая была, мне кажется, что сегодня, в этот, в день, когда исполнилось ровно год, не думаю, что должны комментировать это мы, думаю, что это должны комментировать турецкая страна. Мы сказали очень много, и надо отметить, что турецкая страна сделала соответствующие выводы, на основе которых и после соответствующих слов было принято решение о восстановлении отношений. Я думаю, что соответствующие уроки были извлечены турецкой стороной, и, соответственно, был запущен механизм восстановления отношений. Пожалуйста. Помоги оставить не Кавказа. После победы Трампа появились ряд статей, прогнозирующих активизацию штатов в регулировании Нагорно-Карабахского конфликта. В связи с этим два вопроса. Как МИД оценивает работу американской стороны по Карабаху в этом году, и как МИД относится к возможной активизации американского посредничества по Карабаху в следующем году? Я, честно говоря, считаю, что всегда к чему стремиться, что касается увеличения или интенсификации работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Поэтому говорить о том, что у нас есть какие-то конкретные оценки персональных усилий, я, честно говоря, в данном случае мне нечем с вами поделиться, и каких-то конкретных оценок я давать бы сегодня не стала. Но еще раз говорю, что, конечно, учитывая сложность этой проблемы и, конечно, учитывая то, что эта проблема непосредственно связана с судьбой людей, судьбой людей, которые живут там, и, к сожалению, не так редко мы слышим оттуда печальные новости, конечно, можно пожелать Минской группе сопредседателям еще больше интенсификации и усилий. Еще раз говорю, что здесь интенсификации хуже, так сказать, от интенсификации хуже не станет. Конечно, нужно прикладывать значительные усилия для продвижения этого процесса вперед, и это мы можем только приветствовать. Я вот могла бы еще ответить также, я вижу, нам поступал вопрос от Азери Пресс, не знаю, здесь ли в зале, да, вот хотела привлечь ваше внимание, что мы, нам поступал вопрос, мы на него ответили, и относительно того, что США и Франция объявили о смене сопредседателей Минской группы ОБСЕ, планирует ли российская страна сменить своего сопредседателя от нашей страны. Я хотела бы сказать, что мы ответили на это таким образом, что полагаем, это рутинная ротация послов, что касается смены сопредседателей со стороны США и Франции. Они отработали определенный срок на этом направлении, переводятся на другой участок, то есть никакой политической составляющей, честно говоря, мы в этом не видим. Что касается эксперт Попова, то, как известно, продолжает заниматься проблематикой Нагорно-Карабахского урегулирования. Да, пожалуйста. Добрый день, ТВ Асахи, Япония. У нас вопрос о размещении на Курильских островах перековых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Отразится ли это на переговорах 3 декабря и на переговорах в целом по мирному договору? Спасибо. Сейчас, одну секунду. Что касается размещения на Южных Курилах ракетного комплекса «Бастион», об этом, да, вопрос, у Российской Федерации на плановой основе осуществляются мероприятия в рамках оборонного строительства. Цель – это последовательное укрепление национальной безопасности. Именно в этом русле, именно в русле такой линии и были дислоцированы береговые ракетные комплексы на Южных Курилах. Они являются неотъемлемой частью российской территории. И за более подробной информацией по данному вопросу, конечно, следует обращаться в Министерство обороны Российской Федерации. Это их компетенция. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. – Эстонское телевидение у нас сменилось правительство и впервые за 15 лет пришла… – Если при чем? – Я знаю. Но впервые за 15 лет у нас пришла Центринская партия к власти, та самая, которая голосовала против переноса памятника солдатам-освободителям. И первый же шаг был то, что они сказали, что они отойдут от концепции перевода всех русских школ на эстонский язык. И уже получился это упрек в том, что это промосковское правительство, это пузо, а вы говорите, что ни при чем. Можно поразвернуть? – Я поэтому и говорю, что вы ни при чем сразу. – Я понимаю, мы с рано маленькое это заметили как-то в Москве, что у нас может быть что-то изменится в наших отношениях. Спасибо. – Мы выступаем давно за то, чтобы что-то изменилось. Потому что вы же видите, куда катятся отношения. Это даже уже не столько отношения Европейского Союза и России, сколько вообще Европейский Союз вместе со своей внешней политикой, которая уже имеет прямое влияние очень негативное на внутреннюю политику ряда стран Европейского Союза. Ведь, понимаете, можно сколько угодно жить этими иллюзиями, запрещать средства массовой информации, отключать их вещания, а потом просто в один прекрасный день утром просыпаться и говорить о том, что результаты выборов стали неожиданными. Ну так это все звенья одной цепи. Если не видеть реалий, если все время действовать в противоход, если не понимать реальной выгоды, если пугать несуществующими угрозами, то тогда действительно происходят процессы, связанные с отрывом от реальности. Поэтому мы все время, даже в самые сложные наши моменты наших отношений с Европейским Союзом, с НАТО, с отдельными странами, всегда говорили о том, что для нас приматами является взаимодействие сотрудничества, которое не предполагает полного отказа от национальной политики, от собственных интересов, которое не подразумевает отсутствие проблем в принципе, но которое предполагает, что проблемы не ставятся в оклову угла, и то, что любые проблемы либо можно решать, либо можно сближать по ним позиции, если даже их решить невозможно. Поэтому мы из этого всегда исходили. Если есть такая возможность, если такая возможность появляется, например, в частности в Эстонии, если пришедшие к власти люди высказываются в пользу либо нормализации отношений, либо хотя бы дальнейшего неусугубления этих отношений, мы только за. Не потому, что это важно для нас, а потому, что это будет иметь позитивный отклик и для нас, и для Эстонии, я думаю, для Европейского Союза в целом. Что касается памятников, вы знаете, я не понимаю одного, вот то, что мне действительно непонятно. Почему так мало, и я сейчас обращаюсь не только к людям, которые живут в зарубежных странах, я обращаюсь в том числе и к нашим гражданам, неправительственным организациям, к антифашистским организациям, организациям, которые выступают за недопустимость ксенофобии, за недопустимость реинкарнации фашизма, за недопустимость национализма и любых его проявлений. Почему ваш голос так незаметен и не слышен в дни, когда сносят памятники либо в странах Прибалтики, либо в странах Восточной Европы? Нам очень нужна ваша поддержка, правда, потому что это не только вопрос Министерства иностранных дел, безусловно, мы выражаем государственную позицию, но нам очень нужно знать, что наш голос, он не единственный, и что есть голоса неправительственных организаций. И вот в эти самые дни, когда вы видите информацию, получаете сообщение о сносе памятников, о том, что сбиваются таблички, о том, что эти памятники оскверняются. Не проходите мимо, не будьте равнодушными. Большая дорога начинается с небольшого шага, и ваш голос будет действительно очень востребован. Можно писать письма, можно собирать подписи, можно делать всё, что угодно, естественно, в рамках закона, для того, чтобы говорить, что переносы памятников это вещь неприемлемая. Нельзя заниматься такой антифашистской деятельностью только от юбилея к юбилею. Нельзя говорить о недопустимости национализма и при этом видеть, как памятники тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободный от национализма, нельзя проходить мимо таких вещей. Очень нужен голос неправительственных организаций. Но ещё раз говорю, что готовы взаимодействовать с Эстонией всегда к этому открыто. Да, пожалуйста. Альбутаслих, Мухаммед, Триканал, Алиштрак из Ирака. Тут вопрос, можно ли использовать как основное на начале нового переговора с умерной оппозиции Сирии, последняя оппозиция президента Египта Абдул-Фаттах Ассад Ассиси, простит, и поддержка для президента Сирии. Особенно он сказал, что можно сейчас использовать это как поддержка для президента Сирии Бешар Аль-Ассад. И ещё также некоторые изменения в позиции Турции. Тут можно создание нового фраунта, состоящего из Сирии, Египта и Турции. И тут некоторые говорят, что сейчас некоторые страны в арабской стране уже придумали насчёт снять президента Ассад. И есть возможность начинать новые переговорки с позиции Сирии в России или где-нибудь? Можно с конца я начну? Я в большей степени поняла последнюю часть вопроса. Дело в том, что концепция относительно приоритетности снятия режима интенсифицировалась по мере развития президентской кампании и предвыборной президентской кампании в США. Это было понятно, это было очевидно, на это была сделана ставка. Именно поэтому, во многом поэтому, не только, но во многом из-за предвыборной гонки, когда нужна была победа любой ценой и в качестве трофея был обозначен сирийский режим, на карту ставилось все. И поэтому так часто мы слышали эти заявления относительно того, что АСА должен уйти, режим должен пасть и так далее. и так далее. Сразу после и, к сожалению, все договоренности, которые мы заключали, например, двусторонние договоренности с Соединенными Штатами Америки, сентябрьские договоренности, к сожалению, не выполнялись, потому что превалировала вот эта концепция так называемой победы над режимом любой ценой ради того, чтобы лить воду на мельницу одного из кандидатов. Как вы заметили, я надеюсь, вы это заметили сразу после того, как эти выборы завершились, буквально через день или два президент Соединенных Штатов Барак Обама отдал распоряжение о захвате, аресте, нейтрализации боевиков и головорей Джабхат Анусре. Это заявление прозвучало, к сожалению, очень поздно, потому что во многом время было потеряно. Поэтому вот конечно есть надежда, что в связи с окончанием этого марафона, очень длительного марафона, потому что по нашим оценкам все-таки предвыборная гонка в Соединенных Штатах началась не за полгода и не за год, а концептуально, философски она началась задолго до этого, для того, чтобы прийти с соответствующими результатами к ноябрю 2016 года. Есть надежда, что в связи с окончанием этой предвыборной гонки даже еще в ходе работы уходящей команды будет больше реализма, а реализм заключается только в одном, что первонаперво нужно провести размежевание террористов и некой умеренной оппозиции. То, что обещали сделать Вашингтон практически год назад, вот это надо сейчас сделать. есть ощущение, что все-таки может возобладать вот это реалистичное отношение к тому, что происходит в Сирии. Хотя я понимаю, это делать им сложно, тяжело, потому что они ангажировались совершенно на другое. Но мы исходим из того, что это единственный путь, не смена режима, не разговоры о виновности режима во всех грехах, а в первую очередь отмежевания террористов от оппозиции и зачистка территорий от туристических организаций. Что касается предыдущих Ваших вопросов, относительно формирования некого альянса между странами, вы знаете, это, конечно, безусловно, дело стран объединяться в те или иные форматы. Если это странам нужно, если это поможет им в контртеррористических усилиях, то, наверное, это им решать. На наш взгляд, все форматы, которые необходимы для продвижения по направлению к сирийскому регулированию, имеются, все имеются. Есть Совбез, есть МГПС, есть так называемая усеченная группа МГПС, так сказать, компактная группа в рамках МГПС, есть двусторонние контакты между Россией и США, есть информационные центры, которые действуют в регионе, есть переговорные механизмы в Женеве, все есть. Нету главного, нет желания у наших партнеров, и в частности у Соединенных Штатов Америки, на практике реализовать то, что они пообещали сделать, а именно отмежевать террористов от неких умеренных, от некой политической оппозиции, которая уже стала вооруженной оппозицией, для того, чтобы отмежевав их, начать уничтожать в полную силу этих террористов и делать это совместно. Все форматы существуют, нужно только желание. Да, пожалуйста. Вы сказали, что если будут реальные меры от стороны Европы, Россия может принимать тоже меры. Допустим, какие меры? Ну, если будут, вы же знаете, к сожалению, эти ответные меры уже принимались. Был объявлен персоной Нонград, может быть, не так красиво это звучало, но лишён аккредитации наш корреспондент в Польше. Мы лишили аккредитации Субкора польского средства массовой информации в Москве. Думали, на этом, так сказать, история закончится. Польские власти пошли ещё дальше, лишили, закрыли въезд нашему корреспонденту на несколько лет, и не только на территорию Польши, но и на территорию всего шенгенского пространства. Соответствующие зеркальные меры были предприняты в отношении польского корреспондента. Такие же аналогичные ситуация была, по-моему, с Чехией, когда нашим корреспондентам начали чинить всяческие препятствия, тоже аннулировали аккредитации. Мы сказали о том, что сделаем ответный шаг. После этого, как мы поняли, хотя аккредитации не вернули, но работать дали. И наши корреспонденты начали там нормально работать. Соответственно, мы приостановили эту процедуру в отношении чешских корреспондентов в Москве. Вот, собственно говоря, такими зеркальными мерами мы, к сожалению, будем вынуждены, к ним мы будем вынуждены прибегать, потому что, честно говоря, других вариантов у нас не остается. Мы никогда, вот, не было за последнее время, никаких случаев, за последние годы точно, когда в чем-либо можно было Москву обвинить в некорректном отношении и в каких-либо политических, политически пристрастном отношении к зарубежным корреспондентам. Это несмотря на тот ужас, это мракобесие, которое творится в западных средствах массовой информации. Начиная от обложек журналов, заканчивая такой просто русофобией на страницах журналов, я про телевидение вообще не говорю. Мы никогда рука, так сказать, не тянулась к тому, чтобы запретить, отнять, выдворить, закрыть, выслать и так далее. Есть возможность, мы всегда говорим, опровергаем, публикуем материалы, называем фактические данные взамен тем, которые были опубликованы, используем все средства цивилизованного, цивилизованной реакции на то, что нам не нравится. Никогда не блокируя работу западных корреспондентов. Я вам приведу один случай, это были переговоры в Женеве, как раз в разгар кризиса на Украине, это были переговоры очень сложные с участием российского министра иностранных дел, с участием других делегаций, и мы собирали пресс-конференцию в месте проведения этих переговоров. Мне кажется, это было где-то два года назад, и вдруг я иду по коридору и вижу, как журналист входит и такой печальный, подхожу, говорю, извините, а что случилось? Кто-то недоволен, говорит, я представитель украинских средств массовой информации, я говорю, вы не хотите присоединиться к пресс-конференции, которая сейчас будет у Сергея Лаврова, я бы хотела, но кто же меня туда пустит? Я говорю, а почему нет? Он с таким удивлением на меня посмотрел, сказал, неужели я могу поприсутствовать на вашей пресс-конференции? Я говорю, конечно, вы не просто можете поприсутствовать, я вам гарантирую, что получите первый вопрос, чтобы уже у нас было точно понимание, что вас не лишили слова, и вы могли задать этот вопрос. Вот мы делаем все для того, чтобы даже те средства массовой информации, которые не скрывают ангажированного подхода, все-таки со стороны России видели нормальное отношение, профессиональное отношение, а не политически мотивированное. Я, честно говоря, вот откровенно, я никак не могу понять, чего боятся наши западные коллеги. Я не могу этого понять, потому что иначе, как страхом, я объяснить не могу то, что происходит. Вот когда читаешь то, что вчера принял Европарламент, там везде сквозит страх, глупость и страх. Мы не боялись работать с иностранными корреспондентами никогда, даже когда были очень тяжелые моменты, даже когда, если откровенно говорить, у нас и опыт, это не было работы вот на такой открытой основе, потому что вы знаете, что Советский Союз не отличался особой открытостью, тем более в отношении иностранных корреспондентов, нам нужно было многому учиться. И даже в первые годы существования демократической России, когда в общем-то не было механизмов работы с инкормами, никто даже не знал, как это делается, вот так, чтобы это было на демократических основах, даже тогда не боялись и шли вперед. Чего сейчас боится Европа, совершенно непонятно. извините, касается к нам, и поэтому дайте мне возможность сделать вывод, может быть, что неправильный вывод, если будут конкретные меры в Европе, кто будет платить, это мы, иностранные корреспонденты, правда? Здорово, что вы это понимаете. Мы пытаемся об этом сказать, мы пытаемся, когда высылали, закрывали, аннулировали аккредитацию польскому корреспонденту Радзивиновичу, я пыталась достучаться до польских властей и сказать о том, что мы делаем больно людям, которые в этом не виноваты, но простите, если вы делаете больно российским корреспондентам, как мы можем на это отреагировать? Мы же не можем силой заставить вас все-таки дать им работать. Вы должны понимать, что вы бьете не по нам, вы бьете по людям, которые вообще ни в чем не виноваты. Но ведь мы об этом говорили и мы думали, что, например, польские власти остановятся в этой своей совершенно какой-то беспочвенной боязни российских корреспондентов. А сейчас-то мы понимаем, за что, так сказать, они ополчились на Леонида Свиридова. Все же стало понятно, они придумали миллион историй вообще не имеющих отношения к действительности. А потом оказалось, что он посмел организовать выставку своего коллеги по информационному агентству, выставку памяти Стенина, который работал на Украине. Это была выставка не лозунгов, это была выставка фотографий. Это была выставка фотографий. И за это его наказали. О чем мы говорим? При этом самое интересное, что к самой, понимаете, парадокс, что в чем? К самой Польше, в том числе, в плане демократичности тех процессов, которые там проходят, у Европейского Союза есть большие вопросы. Но когда Польша действует в отношении российских корреспондентов, никто в Европейском Союзе не считает нужным Варшаву одернуть. Да, я могу отметить, что за последнее время представитель ОБСЕ по свободе слова, госпожа Миядович, начала более активно реагировать на то, что происходит в отношении российских корреспондентов. Но этой реакции недостаточно. недостаточно просто в Твиттере написать о том, что нужно разобраться, что там произошло. Нужно разбираться, нужно делать выводы, нужно наказывать тех, кто блокирует свободу слова и свободу работы журналистов. Потом, послушайте, западный мир столько лет нас учил играть по их правилам, что мы научились. но проблема в том, что мне кажется, они боятся, что мы начинаем их обыгрывать по их же правилам. Тогда зачем вы призывали нас выучить эти правила? Тогда мы бы играли по своим, вы бы играли по своим, но мы выучили ваши правила и мы начали играть в вашу игру. Если мы играем лучше, это не наша проблема. Понимаете, в чем дело? И теперь начинается уже, вместо того, чтобы продолжать эту шахматную партию, начинают хвататься за шахматную доску и бить игрока. Вот и всё. Пожалуйста, пожалуйста, дам. Фуат Сафаров, агентство «Спутники». Мария Владимировна, мы в последнее время наблюдаем, что некоторые иностранные эксперты на телевидении российских теледебатах переходят границу, оскорбляют Россию. Это разве свобода слова? Я в ТВ-центре недавно был скандал. Это дискуссионный вопрос. Это очень сложный дискуссионный вопрос. Где заканчивается свобода слова, где начинается оскорбление, это очень сложный вопрос. И очень сложно не перейти грань для того, чтобы не использовать законы, имеющиеся законы, для того, чтобы начать каким-то образом преследовать за инакомыслие. при этом существуют такие понятия, как оскорбление, безусловно, но это вопрос к экспертному сообществу, безусловно. Есть союз журналистов, есть в России союз журналистов, есть международное сообщество журналистов. Я думаю, что они должны сказать свое веское слово. Это вопрос, который должны решать эксперты в профессии в первую очередь. Конечно, все имеют право высказаться, вопросов нет, и общество, и журналисты, и так далее. Но я думаю, что критерием того, где грань была пересечена, либо люди наоборот остались, не переступив черту дозвольно, я думаю, что именно журналисты сами должны это решать. Есть соответствующие институты, есть союзы журналистов, которые знают, что такое журналистская этика, и я думаю, что должны дать соответствующую оценку. Да, если все, на этом я тогда с вами прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...